всем привет сегодня у меня на обзоре очередной китайский нож от компании санре му и сегодня это складень с моделью 1161 прежде чем приступить к обзору я бы хотел вам напомнить не забывайте подписываться на мой второй новый канал на котором куча всего интересного уроки и обсуждения скажем видео по опыту использования как сделать то как сделать это в общем все что не влазит в основной канал ссылка на него будет в подписи либо в правом верхнем углу и так давайте приступим внутри у нас лежит вот такой вот тантоид квайкина образный и я думаю как только вы увидели как нож выглядит вы сразу догадались здесь пахнет рюиком это собственно санренму для них и делает это дочерний бренд компании феникс я про рюик вот который заказывает на производственных мощностях у санренму свои ножи и в общем что мы здесь с вами имеем просто вообще пушечный флип нож когда ко мне пришел я аж офигел на самом деле это нудист нудист стальной при этом внутри он облегчен чтобы вы понимали внутри вот видите да облегчение он работает на подшипнике штифт у нас здесь с вами скрытый что это значит что у нас в клинке имеется вот такая дугообразная проточка по которой и бегает не про неподвижный пин собственно который который упирается клинок длина клинка у нас здесь с вами 92 миллиметра реально заточенной 90 миллиметров это 3 миллиметра в обухе стали у нас здесь с вами 14 и 28 н сэндвик когда-то это был эксклюзив для киршу они даже приложили свою руку в смысле концерн кай к производству этой стали это взяли сталь для производства опасных бритв добавили до хрома чтобы она не ржавела здесь же мы с вами имеем по весу всего-навсего 136 грамм при этом клин достаточно большой в самом широком месте нож у нас с вами 11 и 3 миллиметра собрано все это на двух винтах к сожалению нож не адаптирован для левшей клипсу нельзя переставить на противоположную сторону что с обратной стороны нет поднутрения под клипсу фрейм лог причем фрейм лог с фирменный вот этой вот с этим фиксатором в этот раз ничего нигде не гремит у меня был один нож в котором гремела здесь нигде ничего не гремит очень удобно отжимать и на самом деле флип просто бомба по сведению вдруг кому интересно но это хоть и танта но я думаю что резать он все равно будет 04 и на вот этой передней части 06 давайте я сделаю вставочки чтобы вы могли посмотреть как же он режет вот мы с вами посмотрели как все дело режет вполне неплохо для тантоида скажем так в некоторых моментах для меня даже неожиданно ну теперь давайте чтобы лучше понимать этот нож по его габаритам посмотрим мы с вами стандартное сравнение с другими ножами это как он садится легко нелегко на карман как его удобно неудобно использовать машине подводя итог я могу сказать что санренму молодцы что начали делать вот такого рода ножи еще и под своим брендом при этом они производят целую кучу саб брендов на аутсорсинге и это все здорово к сожалению курс не в нашу пользу поэтому ссылки то на официального продавца я оставлю у него есть магазин на ebay и на алиэкспрессе плюс я думаю что вы без проблем может найти это на жербесте и бывает у них по акции проскакивает еще дешевле сам нож отличный мне понравился я люблю такие формы и долго думал что же взять и чуть было не купил quarter master есть у них такой широкий такой весь граненый квадратный квайкин флиппер тантоид но не сложилось поэтому пока наверное оставлю его себе поглядим клипсы здесь из нержавейки достаточно тугая но я думаю вы видели видео как все дело садится что касаемо кстати темлячного отверстия да то здесь ну не знаю я не уверен что здесь можно будет продеть 550 паракорд может что-то поменьше да вот 550 ну надо очень сильно постараться учитывая что это шестигранник сквозной и это шестигранник сквозной на этом наверное все всем спасибо пока